Доклад МЧС 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 Проекта забрали, забрали. Мы можем зайти в это здание после того, как оно построено, только через три года. Через три года. Мы хотим от вас помощи, чтобы вы нам разрешили заходить в проектирование. Уже поздно, когда здание построено из жизни, пожарные прибыли, лифты положено при пожаре отключать. Если там в рамках проектирования не предусмотрен пожарный лифт, 52 этажа, пожар происходит на 51 этаже, эти люди будут подниматься по лестнице пешком. В городах также остро стоит вопрос о строительстве новых пожарных частей. При проектировании жилых кварталов администрации и застройщики редко оставляют для них место. Кроме того, из-за удорожания современной противопожарной техники не всегда хватает средств. В итоге время реагирования спасателей увеличивается и может составлять больше 10 минут. Сенаторы обратили внимание на заброшенные пожарные части, которыми ведомство владеет до сих пор. Они годами стоят без дела и лишь портят внешний облик городов. Их можно капитально отремонтировать или передать местным властям. Валентина Матвиенко предложила ускорить этот процесс. Если поступает обращение сенатора или губернатора, они должны быть на контроле. И в любом случае ответ тот или иной, он должен быть направлен. Не может такого быть, чтобы в течение нескольких лет губернатор пишет, просит отдайте мне здание, которое 20 лет разваливается, либо сами отремонтируете, либо отдайте губернатор Пензенской области. И он просто не получает никакого ответа. Поэтому просьба наладить контроль соответствующий. В Российской Федерации есть потребность в пожарных частях. Их как минимум 600. На сегодняшний день в градостроительные планы не входит строительство пожарных частей. Детские садики, школы, больницы входят. А обеспечение безопасности пожарных не входит. Я бы хотел вас попросить в этом помощи. Министр чрезвычайных ситуаций также рассказал, что численность сотрудников ведомства только в этом году увеличилась на 15 тысяч человек. Все они следят за безопасностью людей на воде, в городах и селах, а также на крупных предприятиях. На этом у меня все. Светлана. Спасибо, Даниил. Наш специальный корреспондент Даниил Филин рассказал об итогах правительственного часа, на котором выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Субтитры создавал DimaTorzok